здравствуйте друзья с вами одинокий копырь и сегодня продолжаем разговор о металлодетекторах как правильно купить как правильно использовать и на что обращать внимание при покупке и непосредственно уже на копе предварительно хочу сказать что желательно посмотреть предыдущие видео где рассказываю о частотах и о видах металлодетекторов сегодня же поговорим о дискриминации о балансировке прибора от грунта а также о катушках дискриминация все современные приборы имеют дискриминацию что это такое это функция которая позволяет различить обнаруженные объекты по типу металла и классифицировать их весьма определенным способом известно что все металлы имеют разную проводимость электронный блок прибора анализирует фазовый сдвиг между сигналом от передающей и приемной катушкой фазовый сдвиг изменяется в зависимости от проводимости металла каждый тип металла имеет свой характерный фазовый сдвиг так допустим вот на этом приборе о чем здесь говорится это город евро эйс включаем сейчас полная то есть сейчас все открыты все металлы и сейчас он прибор будет реагировать и на цветные и на черные металлы но стоит нам только немножечко по поиграться с дискриминацией и прибор на на черные металлы и здесь у нас по моему алюминий а здесь по моему фольга на эти металлы он уже реагировать не будет все современные металлоискатели имеют диапазонную дискриминацию то есть каждая группа металлов уже заранее запрограммирована в аппарате смысл в чем каждый металл то есть каждое изделие даже из одного и того же металла может иметь различные физико-химические свойства и чтобы не было проще взят определенный коридор то есть черный металл это проводимость от цифры 1 до цифры 4 к примеру говорю вот сюда также включается различные окислы то есть если черный металл сколько тоже пролежал в земле он уже ржавый также физико-химические свойства его изменяются вот и это и все различные изменения в металле уже запрограммированы в определенный коридор также и в других металлах то есть сплавов может быть очень большое количество брон бронза с никелем серебро сич с медью и еще множество различных и прибор уже не видит определенный медь определенное серебро он видит что-то среднее и показывает в определенном коридоре то что это вот такое вот медь допустим если преобладает больше меди однако что еще важно сказать абсолютно точной дискриминации выявить не получится это объясняется также физико-химическими свойствами и почвы и сплавами и расположениями непосредственно объекта в грунте если допустим монетка будет лежать вот так волна ее полностью обхватит сигнал пойдет принимающую катушку и прибор нам скажет да это медь это или это серебро если катушка будет лежать вот твой если монета будет лежать вот так волна уже как бы пойдет не пойми как и отразиться она уже не не правильно и прибор нам уже может сказать то что это уже как правило это черный металл если монета лежит на ребре прибор говорит то что это чернота еще такой нюанс это также связано с частотой низкие частоту на низкой частоте там допустим 7 килогерц монета на ребре это практически стопроцентный будет черный сигнал если высокая частота монеты на ребре может зацепить и цветной сигнал и мы ее выкопаем или также когда монета на боку или на ребре сигнал может скопали скакать во все стороны от черного до цветного вот все такие сигналы обязательно копаются то есть сделали копок и посмотрели и здесь изменился сигнал или нет также в дискриминации что нам нужно и важно это цифры в д и на разных приборах это сделано немножко по-разному на 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 гаррете когда есть какой-то сигнал он мне показывает просто точкой где этот сигнал находится вот на на других приборах там допустим какие-то цифры у меня на сигнуме я знаю если это 60 65 66 68 то на 90 процентов это будет какая-то медная скорее всего монета или другой какой-то достаточно крупный медный предмет также на различные металлы то есть синий серебро будет в районе 40 и так далее но на разных предмет на разных приборах цифры естественно разные также необходимо отметить то что дискриминации в основном пользуются на за на сильно замусоренных местах когда очень много сигналов и нам нужно выцепить определенные металлы то есть мы ищем медные монеты мы оставляем медь и еще небольшой диапазон цветных сигналов полностью убирая черный но чем это чревато когда мы ходим на таких настройках глубина обнаружения на 10 20 процентов уменьшается поэтому все так скажем профессионалы всегда ходят на всех металлах и слушают абсолютно все звуки даже на замусоренных местах ходит на всех металлах и на замусоренных местах используют маленькие катушечки чтобы не большой катушкой под который попадает пять целей одновременно а маленькой снайперкой а теперь поговорим о отстройке прибора от грунта грунт содержащие минералы железа или растворимые соли обладает свойствами электропроводимости реакция металлодетектора на такой грунт может быть сопоставима с нахождением в грунте металлического предмета то есть сила электропроводимости будет равнозначным металлическому объекту и в данном случае мы будем слышать ложные сигналы и грунта глюки поэтому для стабильной реакции на объект прибор нужно отстроить от грунта чтобы эти минеральные соли и минералы он не видит отстройка от грунта что это дает правильная отстройка от грунта позволяет игнорировать фон грунта и ложные сигналы от минералов при этом металлоискатель работает более стабильно и более плавно то есть работает это примерно так грунт имеет электропроводимость допустим цифры 4 вот прибору мы показали то что на цифре 4 электропроводимости находится грунт его видеть не надо а медная монета катал у которой электропроводимость допустим 8 вот он ее будет видеть уже как другой объект то есть на на диапазоне электропроводимости 4 земля ее не существует больше а медная монета с электропроводимостью выше она уже будет существовать и металлодетектор ее уже увидит в то же время балансировка от грунта дает значительные преимущества по глубине обнаружения цели на разных металлоискателей балансировка от грунта исполнена немножко по-разному например здесь здесь функции такой ручной нет и автоматической точно тоже здесь настроена что-то среднее вот и прибор уже работает как-то по своему алгоритму полупрофессиональные и тем более профессиональные приборы как например сигнумы и я траки зозо вот они уже имеют более сложную алгоритмы отстройки допустим я возьму свой сигнум для отстройки от грунта мне нужен как минимум метр земли на котором нету никаких металлических предметов вот и на минимальной частоте я начинаю катушку подносить к грунту катушка и приборы и и ее анализируют и дают мне сигналы вот и там я уже начинаю регулировать фазами ну там и так скажем то танцевать с бубном в моменте балансировки сигнума от грунта это это то еще так скажем удовольствие вот никогда отрегулировал я ставлю уже на автоматическую подстройку то есть когда я иду земля на все все равно всегда будет меняться чуть-чуть хуже чуть чуть лучше минира минерализации чуть-чуть изменяется в разные стороны и прибор уже сам потихоньку отстраивается но если выходим куда-нибудь на берег оврага или на какой-нибудь какой-нибудь речушке где больше воды больше камней то минерализация резко меняется в какую-либо сторону и здесь также нужно будет дополнительно ручная отстройка но вот как-то так ну а теперь давайте немножко поговорим о катушках катушки бывают двух видов это монокатушки и dd катушки сейчас в основном используются dd катушки что вот это dd что вот это если на них написано что здесь что чем отличается моно и dd как в двух словах о этих катушках на dd катушках электромагнитное поле генерируется по середине и идет вниз вот так вот прям вот и прибор видит вот этой вот полосой чем это хорошо это меньше затрагивает меньше идет его влияние минерализации почвы также достаточно хорошая глубина и очень хорошая стабильность дает моно катушки принцип работы моно катушки они все ну в основном в основном круглые чтобы максимально отдалить принимающую и передающую часть катушки вот и поле у них вот такое вот круглое вот чем это плюс она видит все и вот этот все и вот этой площадью максимальная глубина посередине если на dd полоска четкая то здесь уже такой овал но плюсы и минусы есть и у всех катушек форма и размер поисковых катушек в основном используются круглые или вот такие вот эллипсы вот тоже вот эллипс катушка эллипс обладает отличным разделением целей когда эти цели находятся рядом вот такие вот эллипсы имеют очень хорошую чувствительность к мелким целям очень хорошую идентификацию глубоких крупных целей но вот эта чувствительность она играет с ними достаточно часто такую злую шутку что малейшие удары ну не то чтобы малейшие более-менее хорошие удары о траву или какие-то препятствия там жесткие что-то о землю или камни да и дает много грунтоглюков теперь что касается размеров как правило производители делают так чем больше катушка тем меньше ее частота допустим 15 дюймовых катушек на 20 килогерц я что-то как-то особо не видел вот и в основном мы используем средние катушки ну вот например вот как вот девять с на 12 с половиной дюймов или вот как вот на этом здесь уже более меньшая катушка но здесь смысл в чем вот эта катушка 7 килогерцовая она большая она хорошо увидит в глубину но одна и на этой частоте вот именно этой катушкой чешуи чешуи я поднимал единично вот на гарроте я по я поднял гораздо больше чешуи во первых действия чистота немножко больше там 9 с копейками и размеры меньше то есть и идентификации больше и чувствительность выше вот большие катушки хорошие для прочесывания местности допустим вот у вас есть поле 5 гектаров и вам нужно это все пройти такой катушкой будет неудобно а если вы возьмете 15 дюймовую 7 килогерцовую катушку вы это дело все достаточно быстро все пройдете и основные сигналы вы найдете и выкопайте а потом уже если на поле вы найдете какой-то уголок где состоял дом или где проходила дорога то вы возьмете более меньшую катушечку вот примерно такую вот и уже начнете выцеплять каждую цель отдельно на мой взгляд самая лучшая катушка это примерно круглая десяти дюймовая на частоте примерно 12 14 вот на этих частотах вы увидите хорошо медь хорошо чешую и хорошо металлопластику глубина будет очень хорошая приемлемая то есть из-за формы катушки она даст определенную глубину размер катушки самый оптимальный для полевого и такого лесного копа ну что на этом пожалуй все немножко получилось сумбурно потому что пока рассказываю приходит еще какие-то мысли приходят какие-то примеру все хочется рассказать так вот помощник еще лежит ну что подписывайтесь на канал ставьте ваши оценки вступайте в группу вконтакте до новых встреч весной скоро увидимся